Есть в Петербурге парадные части, есть Невский проспект, Адмиралтейская часть, есть великолепие княжеских дворцов, великолепие набережных, разводные мосты. Но есть, конечно, те районы, в которые на самом деле в 19 веке наверняка каждый из нас с вами побоялся бы вообще носа показывать. Это как раз-таки район Сенной площади. Начинаем мы сегодня с набережной реки Фонтанке, где еще в середине 19 века вообще-то проходила городская граница. То есть это было такое уже захолустье, где селились, ну как Горький в своей повести назовет этих людей, вот скажем, люди третьего сорта, отбросы и те, кого вообще городская среда выкинула, да, вот эта капиталистическая среда, она выкидывала именно сюда. И вот, казалось бы, нарядная Фонтанка, которая сегодня является ничем иным, как центральной частью города, но буквально стоит два шага пройти внутрь, и мы с вами окажемся в далеко не парадной части, я вам хочу сказать. Конечно, сегодня это более-менее прибрано, приглажено, как-то этому всему придан более-менее божеский вид, но и то я вам могу сказать, что даже несмотря на то, что уже сейчас 2024 год, а я помню эти места с 2000-х годов, когда все было гораздо более обшарпано и так далее, а кто-то, кто живет в Петербурге там с самого рождения, помнит лихие 90-е, когда тоже наверняка сюда лучше вообще было не соваться. И тем не менее, находясь здесь, в Синой площади и вообще в окрестностях, ты всегда чувствуешь какое-то вот, не описать словами, это надо здесь находиться, гулять и почувствовать этот вот дух какой-то нечистоты. Ну, во-первых, здесь, конечно, Синой рынок, про который я ничего плохого не могу сказать, потому что, честно говоря, я сама пользовалась услугами, особенно что касается продуктов, хотя там бабушка надвое сказала, у всех по-разному мнение насчет того, как тут либо обвешивают, либо не обвешивают. Вот, в общем, по-разному бывает, как и на любом другом рынке, друзья мои. Поэтому, так или иначе, вот здесь можно показать прекрасные Брандмауры. Напомню, что стена Брандмаур, это два немецких слова, Бреннен, Гореть. А мы идем немножечко сейчас направо. Бреннен, Гореть и Маур, Стена. Такие стены строили между домами, чтобы предотвратить пожар. Так вот, сегодня здесь Синой рынок, и он разделен, так скажем, условно на две части. Это часть, где продаются овощи, и где одежда, и где всякое там мясо, рыба. Это уже крытые павильоны, мы туда сами не пойдем. Но, поверьте, Минаслан. Кстати говоря, там весьма неплохого качества все. Так вот, здесь когда-то, вот на этих территориях, которые выходили одной частью на фонтанку, которую мы покинули, а другой частью на Московский проспект, куда мы, собственно, и направляемся, здесь находилась самая настоящая клоака города, которая называлась... Вы вообще великолепны! Видите? А мы думали, что люди вдруг тут испугаются, что их снимают. На самом деле нет. Так вот, другой частью выходила на Московский проспект, бывший царско-сельский тракт. А позже, да, мы знаем, что этот проспект назывался проспектом забалканским. Так вот, эти флигели когда-то принадлежали князьям Вяземским. Петра Вяземского, возможно, кто-то из вас вспомнил. Ближайший друг Пушкина, тоже историк, поэт. И, ну, семья была не бедная, у них был свой дом, и они решили выстроить флигели для того, чтобы сдавать городской бедноте. Но я боюсь себе представить, что они не подозревали о том, что здесь вообще будет в итоге происходить. Видите, какой огромный рынок, и чего здесь только нет. И всякие сумки, шапки, шляпы, чемоданы, носки. Вот если вам нужен какой-то ширпотреб такой, знаете, что там не сильно тратиться хочется, да, но чтобы это было нормального качества, приемлемого, мой рекоменд. Вот я вообще не пренебрегаю рынками, потому что уже сколько раз я видела ситуацию, что заходишь в торговый центр, одна и та же вещь, а может быть, даже она может быть чуть похуже, она будет стоить в торговом центре каком-нибудь любом, да, там, плюс-минус, в 3-4 раза дороже, чем на рынке. Поэтому меня лично не смущает атмосфера, да, там, нахождение каких-то людей из Ближнего Востока. Я к этому вообще привыкла, я на опрашке очень часто была. И да, там, может быть, в начале двухтысячных было немножечко опасно, здесь мы приостановимся, чуть опасно, да, находиться, нужно было держать все время свою сумку покрепче. А сейчас, сколько я там ни была одна, с подругой, тоже, да, вроде две молодые девушки, ничего не происходит. И я более того вам скажу, там есть такой сквозной проход, ну, это небольшой офтоп, да, уже мы их сейчас не на Апраксином дворе, друзья мои, напоминаю. Но там есть сквозной проход, очень удобно пройти от Сенной площади, да, вот как бы от Сенной части, до к мосту Ломоносова. Просто проходишь, и это у тебя занимает 5 минут. Вот, ну, возвращаемся к Вяземской лавре. Так вот, князья Вяземские, которые здесь, у них были флигели. И в том числе вот эти два дома, которые сейчас очень красивые, да, они такие понаваленные, но это вообще-то уже начало... Издалека, долго... Немножечко из другой эпохи. Я не знаю, кто это... Людмила Зыкина, да? Это уже немножечко к любимым певцам моих родителей. Вот. Среди хлебов селых... Кстати говоря, это вот как раз-таки к вопросу о контингенте Сенной площади. Очень мало что изменилось. Вот эта вот характерная черта, что гений Услотса, да, то есть гений места вот этих окрестностей, он остается таким же, то есть странные люди. Я ни в коем случае не хочу назвать там третьим сурдом и так далее. Очень много бедняков, очень много таких каких-то и оборванцев на самой площади встречается. Вы просто торговцы, то есть такие вот разночинцы, мелкие торговцы. Ну, конечно, уже воришек гораздо меньше, чем в 19 веке, но тем не менее. Так вот, обращаюсь к Вяземской лавре. Вот эти два дома, ну, фасады мы, да, конкретно прям крупненько не увидим, но тем не менее. Вот они относились как раз-таки к этому месту. А это уже перестройка архитектора Хренова, начало 20 века. Да, такой стиль модерн или даже, может быть, эклектика, еще поздняя эклектика. Пойдем туда. Тут шумновато, друзья мои, да, сейчас, возможно, будет звук не самый лучший, но не волнуйтесь, мы нырнем совсем скоро в каналу Грибоедова, и там просто две с половиной колейки проходят там раз в час, и все прекрасно. Вот за что я тоже люблю район, то есть, с одной стороны, Синая площадь, это такой шумный, да, шум-гам, грязноватый район, где постоянно какие-то певцы среднего качества, мягко говоря, торговцы, все что-то кричат, все куда-то толкутся, спешат, но стоит тебе пройти два шага, и канал Грибоедова, все, ты там растворяешься в тишине. Так вот, касаемо Вяземской лагры, закончу свою мысль все-таки, мы бы туда с вами не зашли вот так вот, просто как мы это сделали сейчас, да, там, средь бела дня, да и вечером, пожалуйста, заходи там и гуляй, ничего с тобой не случится. А тогда это был такой рассадник, что, на самом деле, туда боялись заходить даже полицейские, то есть, ну, не то, что они боялись, но, например, если вы зашли там, вы добропорядочный человек, каким ветром вас занесло Вяземскую лавру, непонятно, но мы сейчас идем направо туда, на Симу. Но, если вы там оказались, да, вас ограбили, вас, не знаю, изнасиловали, все что угодно могли с вами сделать, вы обращаетесь там, да, к городовому, вы обращаетесь в полицейский участок, а вам говорят, дорогой друг, ты что, не знал, куда ты идешь? Это Вяземская лавра, сори, ничем не можем помочь. То есть, видите, вплоть до такого, что полицейские, они туда носа не совали, ну, потому что там поножовщина была страшная. Там практически ежедневно убивали людей, есть, как бы, да, версии, но я в это слабо верю, что их там некоторые хоронили. Дешевые проститутки, тему проституции мы еще с вами поднимем, потому что где, как ни на седной площади. Мелкие воришки, часовщики, мебельщики, торговцы всякими тесемками, помните, из романа Достоевского «Преступление и наказание», о нем тоже сегодня, кстати, речь пойдет, это не с меня орешки сыплются. Там как раз-таки мещане, да, торговали теченкой, к которым подошла Лизавета, сестра Алена Ивановна, которая потом убьет Раскольников. Так вот, то есть, всякая голосьба, всякий сброд, светофор не работает, ну ладно, прибежим. И там сдавали вообще углы в наем, то есть это давняя петербургская традиция, когда отменили крепостное право, сдавали, естественно, там и комнаты, ну, этаж, комната, там полкомнаты, огороженная перегородкой, угол, койка и полкойки. В общем, угол Вяземской лаврии, ну, сами понимаете, жуткая антисанитария, там помыться особо негде, ну, то есть, были бани, но какого выдаяния, там качество и так далее, вот. Стоил угол в месяц примерно рубль 30-50, чтобы просто вы понимали, разброс цен, примерно, да, сколько вот, десяток яиц в середине 19, ну, где-то 60-70, 70-е, да, да, немножко остановимся на Сенной площади, стоил 30 копеек, то есть, да, вот, весь месяц ты там живешь, рубль 30, рубль 50 платишь. За ночь можно было вообще за 5 копеек переночевать и, как бы, нормально, да. Ну, если тебе уже, конечно, совсем некуда было идти, то ты приходил сюда, прям на Сеную площадь, а тут была и Пайперс, тут была куча нищих, и ты просто где-нибудь засыпал среди таких же, как ты. Церковь Спасана Сенной, которая находилась вот здесь, примерно, представьте, она была большая, очень пятиглавая церковь, вот район, да, торгового центра Пик и павильон Сенной площади. Церковь снесли, естественно, да, в богоборческие времена, в 60-х годах, и ее просто взорвали, как бы говоря, приветик. Вот, и, соответственно, сейчас здесь находится павильон Сенной площади. И вот тоже, да, место, которое пропитано какой-то мистикой, хотя я такой, знаете, ну, в этом плане немножечко забыла вот это слово, да, которое человек не верит в мистические какие-то вот моменты, но тем не менее. В конце 90-х на павильоне обвалился козырек, там даже погибло несколько людей, и потом на нескольких павильонах даже решено было убрать вообще эти козырьки, то есть, да, чтобы эти входы или входы были плоскими максимально. И, как вы видите, это уже произошло при мне буквально, потому что я на Сенной появляюсь очень часто. Это где-то месяц назад обвалились вообще ступеньки, ну, слава богу, никто не погиб, но вот опять же, да, постоянно что-то происходит. В 90-е вот это место, оно тоже получило как бы свое второе рождение, здесь стояли всякие менялы, вот даже я, то есть это уже были двухтысячные, такое, да, как бы второе, вот теперь, грубо говоря, но даже я помню, как приезжаешь сюда, здесь цыгане, здесь какие-то люди, которые тебе там валюту предлагают, да, там из-под полы, которые тебе предлагают купить золото, поменять золото, да, такие мужички и так далее. Ну, а сейчас типа вроде все чинно-чисто, однако вот, ну, если так по скамеечкам пройтись глазками, всегда сидят бездомные. То есть они более-менее безобидные, они, так сказать, особо ничего тебе не сделают, но они пьяненькие. Кстати, роман, который не дописал Достоевский, последний его роман, должен был называться «Пьяненький», отсылка к семье Мармеладовых. И, конечно, это место тоже непосредственно связано с Раскольниковым, ну, и вообще с самим Федором Михайловичем Достоевским, потому что он в районе Синой площади и туда, за Коуки Грибоедов, он, быть, поменял несколько адресов. Я периодически буду сегодня обращаться к цитатам. И, соответственно, во-первых, Лавра описывается, ну, к Лавре давайте, да, мы вернемся уже чуть попозже. На Синую приходят Раскольников очень часто, ведь он жил там, к Столярному переулку, то есть оно его прям сюда тянуло, вот эту грязь, да, вот в эту клоаку городскую. И мы что читаем? Он вошел на Сину, ему очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народа. Он бы дал все на свете, чтобы оставаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный. Ему все хотелось плясать, но он валился на сторону. Его отступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут он смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него, да, такое полузабытие. Он отошел, наконец, даже не помню, где он находится, но когда он дошел до середины площади, где-то вот здесь, то с ним произошло одно движение, одно ощущение владело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. То есть что делает Раскольников? Как вы помните, когда он убил старушонку, это абсолютно не решило, на самом деле, никаких его проблем. Все даже усугубило. То есть его теория, по сути, она была разрушена, теория, да, о власти имеющих, о тварях дрожащих, о том, что переступить через одну какую-то злую мелкую старушонку, якобы не нужную, ты облагородишь мир и жизнь других людей. И Соня ему что говорит? Она ему говорит, ты иди на Сенную площадь и признайся, встань перед народом, да, кинься им там в ноги и признайся в содеянном. И вдруг он вспомнил слова Сони. Пойди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю. Здесь не было ни такого умощения, как сейчас. Потому что ты пред ней согрешил. И скажи всем, и миру вслух, я убийца. Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже его задавила та безвыходная тоска и так далее, что он ринулся в возможность этого целого и нового ощущения. И каким-то припадком оно вдруг к нему подступило. Загорелась в душе одной искрой вдруг, как огонь охватило всего. Все разом в нем размягчилось и хлынули слезы. Как стоял он, так и упал на землю. Он встал на колени посреди площади, поклонился до земли и поцеловал, главное, с наслаждением и счастьем. Вот эту грязную землю. Ну что происходит? То есть он думает, как бы вот этим жестом, да, он сейчас искупит вину, хотя особых угрызений совести. Ведь он не чувствовал, там другое было совершенно. Но он думал, что вот этот груз, который его давил, он уйдет. Но это был жест показной. И тем более, куда он пришел? На Сенную площадь, где безбожники, пропоицы, убийцы и так далее. И что происходит? Люди не принимают его вот этого покаяния. Потому что Достоевский нам это четко дает понять. То есть Раскольников валяется, он лежит, целует эту грязную землю. И один пьяненький идет, да, ему говорит один, ишь, нахлестался. А другой ему говорит, пьяненький из мещан. Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается. Всему миру поклонился. То есть никакого облегчения, покаяния здесь не наступило, потому что оно как бы наступит значительно позже на каторге. Да и то вопрос, наступит ли, но об этом мы уже чуть-чуть попозже с вами коснемся в глуби канала Грибоедова. Так вот, церковь Спаса на Сену, это тоже была такая, знаете, своего рода точка притяжения. Вот туда можно, да, показать, там, небольшая часовенка. Как ты не выйдешь в Сеной площади, там, или со Спаской, не прекращается этот звон. И он, знаете, вот почему-то здесь, я не знаю, как это объяснить, он мне не чувствуется, не видится, не слышится благостно. Даже не знаю всю предысторию, там, что это места Достоевского, потому что, ну, не всегда я это знала. Но ты выходишь, и ты все время как будто бы под впечатлением каких-то вот этих мрачных мыслей, идей. Вот это здание, которое, кстати, одно из немногих, сохранило свою конфигурацию. Ну, естественно, оно поновлено, оно отреставрировано. Это такой очень красивый портик архитектора Беретти, такая классическая петербургская архитектура. Портик, вот этот белоколонный фронтон. Это, кстати, бывшая гауптвахта. Что такое гауптвахта? Это где военнослужащие отбывают наказание, да. И здесь когда-то даже успел посидеть сам Федор Михайлович Достоевский. Ситуация была забавная, на самом деле, потому что он весь работал в газете «Гражданин». И он печатал какую-то статью, что-то там «Киргизы в Петербурге», где он привел какую-то небольшую цитату Александра Второго. То есть он привел слова, он цитировал слова «государец». А оказывается, по нормам, по правилам 19 века, ты не мог этого делать без согласования заранее, без специального разрешения. И его сюда сажают на двое суток. Как вы думаете, расстроился ли Достоевский? Ну, это надо понимать его психотип, потому что он был, мало то, что жуткий интроверт, он очень любил вообще в одиночестве посидеть, да, чтобы его никто не трогал. Он взял с собой роман «Отверженный» его. К нему пять раз за эти два дня успела прийти его супруга, друзья его навещали. Через два дня он совершенно спокойно вышел, через гостиный двор прошел, накупил игрушек своим детям и отправился домой. В народе еще гауптвахту называют губа, да, такое вот шатливое название. Ну, и мы упомянули вяземскую лавру. Кстати, лавра, да, мы говорим лавра, лавра уже привычное название, такое топоним. Что такое лавра вообще-то? Лавра – это мужской монастырь высшего ранга. Вообще лавр-то не по Петербургу, а по России-то не так много. Ну, соответственно, в Петербурге есть Александр-Невская лавра. А это такое как бы саркастическое название, потому что, ну, представьте, да, где лавра и где вот эта вся клоака, где эта чрева, о котором мы сейчас говорили. Так вот, в лавре обитали помимо, там, всяких убийц, помимо одноты, помимо разорившихся, конечно, полностью опустившихся людей, еще и проститутки. Вот, то есть публичные дома, они существовали вообще, как бы, наверное, испокон веков, как только они не называются, да, и дома терпимости. В Древней Греции их называли дикторионы. И вот такие дикторионы существовали и в Петербурге. С 40-х годов они будут, вот здесь вот приостановимся, потому что вот этот дом с белыми колоннами наверху, он как раз-таки относится к этой теме. Значит, дикторионы в Петербурге с 40-х годов будут легальными. И, то есть количество этих публичных домов, оно будет все нарастать и нарастать. Один из самых знаменитых публичных домов находился здесь, в Носиной площади Малинник. Вот если мы посмотрим, да, там такая вот арка. Ну, это уже сталинский классицизм, классицизм, сталинский ампир. Дело в том, что во время войны, во время блокады немцы много ведь домов разрушили. И Малинник по-другому выглядел, там более такой тривиальный желтенький домик был, это уже перестройка, но именно на том месте он находился. Малинник, да, тоже такое вот шутливое название ироничное. Я вам сейчас тоже один момент зачитаю. Значит, он вообще, естественно, пользовался очень скандальной славой. И все вот Крестовские, если вы читали роман «Петербургские трущобы», тоже вот рекомендую, кому интересна вот эта вся тема подноготного, да, такого вот непарадного, неглянцевого Петербурга, то там приводится яркое описание. Значит, верхний этаж под трактиром и три остальные подворных флигеля, это все разделенное на 14 квартир, занято 13 притонами самого мрачного ужасающего разврата. То есть, да, там 14, 13 квартир и там 14 притонов. Смрад, удушливая прелость, отсутствие света, убийственная сырость наполняют эти норы. По-видимому, препятствуют всякой возможности жить человеку в этой норе. А между тем, в ней по ночам гнездится не один десяток бродящего народа, которого заводят сюда разврат и непросыпное пьянство. Каждый из подобных нор непременно вмещает в себя по несколько закоулочных коморок, отделенных одна от другой всего лишь тонкими деревянными перегородками. Убогая кровать или две доски, положенные на две бревенчатые плахи, составляют всю мебель этих коморок. Но если что и производит на душу невыносимо тяжелые впечатления, то это женщины, гнездящиеся в Малининском заведении. Незавидная участь была у этих работниц любви, поприща, скажем, любви, если это можно вообще так назвать. Потому что как вообще происходило вступление в эту стезю, на эту дорожку? Во-первых, было очень много приезжих, девушек из периферии, и не все могли устроиться даже какими-то белошвейками. Во-первых, не у всех были для этого умения, данные и так далее. Об образовании я вообще молчу. И часто дорожка была только одна – пойти, как раньше говорили, по желтому билету. Вспоминаем цитату из «Преступление и наказание» «Соня пошла по желтому билету». А куда я тоже была деваться, кстати говоря? Но об этом похоже. Значит, ты обращалась в полицейскую контору, где у тебя, во-первых, забирали паспорт. Это немаловажный момент, потому что, ладно, у тебя его забрали, но получить обратно его крайне сложно. И выдавали так называемый «желтый билет», где указывалось, да, там, кто ты, что ты, значит, сколько тебе лет, сколько ты там на этом поприще служишь и так далее. И, естественно, были заведены определенные нормы в Малиннике и в десятках других публичных домов. Кстати говоря, на минуточку представьте, в районе Синой площади, в окрестностях, было на момент где-то примерно 60-х годов 18-го века, 19-го, пардон, где-то 40 борделей, да. Все эти публичные дома легально существовали, там были заведены определенные нормы, ниженедельный медицинский осмотр, да, чтобы девушки были, хотя там вряд ли проводили анализы, как это делается сейчас, да, там на заболевание, передающееся половым путем, ЗППП, вот. Но, тем не менее, осмотр был. Естественно, регулярная баня. Ну, понимаете, это все как бы было в уставе, а насколько это выполнялось, это уже бабушка надвое сказала. Так вот, в упомянутом Малиннике, ну и в ряде других страшных заведений, которые, например, были в той же Вяземской лавре, потому что там тоже были, туда вообще попадали женщины, которые, ну, то есть, там, например, с какой-то элитной проститутки, там потом она опустилась до Малинника, потом она уже совсем постарела, она уже истаскалась, если бы они ведь там и пили потом алкоголь, и ей уже некуда идти, они попадают в Вяземскую лавру, где, ну, благополучно или неблагополучно кончают свои дни. Так вот, в Малиннике, ну, можете, я не хочу, чтобы вы это представляли, но по праздникам женщина, там, молодая, молодая, да, считалась там хотя бы от 20 до 25, потому что 25 ты уже был средний возраст, могла обслужить в день порядка 50 человек. Сейчас немножечко на паузу поставьте, да, так сказать, свое воображение. Ну, мужчине-то какая разница, вот женщины. Представьте, 50 человек, там, один за одним, один за одним. Ну, как, как ваша психика будет, все в порядке. Вот. И, а сколько стоил сеанс? Вот это тоже разговор отдельный, потому что мы сейчас не берем дорогие бордели, их было не так много в Петербурге, порядка 4-5. Да и то, как дорогие, да, там, сравнительно, ну, по крайней мере, жить можно. А вот малинник и дешевые бордели, там сеанс стоил 50 копеек примерно. 50 копеек, а мы с вами, помните, уже договорились, что десяток яиц стоил где-то 30 копеек. То есть, или там можно было купить билет, ну, в театр, ну, вполне себе какой-нибудь нормальный, в театр на галерку на самую, ну, то есть, да, куда покупали дешевые, самые там бедные студенты. Вот. Вот, либо яичницу в какой-нибудь таверне. То есть, сеанс любви по цене яичницы. Ну, и любовь, да, была соответствующая, потому что женщины были уже порядком истасками. Некоторые женщины в угоду, скажем, не в угоду, да, в том, что для того, чтобы еще больше привлечь посетителей, они, например, привлекали моряков и забивали свое тело татуировками. Насчет хозяйки борделей, ну, это тоже отдельно, тоже... ...на одном маршруте, где ты еще хочешь тему Достоевского затронуть. Хозяйки борделей, во-первых, это были ушлые женщины достаточно. Они, кстати, не могли быть моложе 30 или... Сейчас мы идем направо на кокушку мост. Они не могли быть моложе 30 или старше 60 лет. Они, естественно, должны были там всю эту отчетность предоставлять городской полиции. Но, во-первых, что касается оплаты. Они забирали себе три четверти дохода от сеансов девушек, да, и одна четверть шла только заработок, ну, заработок девушки непосредственно. Так вот, это первый момент. И второй момент, что они понимали прекрасно, что психика у девушек страдает, и они там им давали некоторым, особенно по праздникам, в тяжелые времена, так сказать, четыре стакана водки в день, чтобы хоть как-то в состоянии быть, ну, было это выдержать. Вот, естественно, девушки спивались. И там примерно уже к 25 годам... Ну, давайте вот опишем такую типичную проститутку петербургскую. Именно желто-билетную. Мы не говорим о элитной, да, какой-то жрице. Это девушка 25 лет. То есть по нашим меркам это вообще сейчас очень молодая. А тогда уже как бы так себе. Это девушка 25 лет, работающая уже лет 6-7 на поприще жриц любви. Уже перенесшая как минимум одно венерическое заболевание. Там, наверное, она переболела сифилисом. То есть вылеченный сифилис с полностью убитой психикой. И как бы вот она попадает в такие низкие руки малинники. Ну, а мы с вами медленно, но верно подошли к каналу Грибоедова, бывшему Екатеринскому каналу. Тут, кстати, как-то стало сразу прохладнее без солнца. Прямо это почувствовалось резко. Сейчас идет таяние льдов. Видите, такой вот вид, очень подходящий Петербургу. То есть это осень, это как раз-таки ранняя весна. Такое все, знаете, потаивающее. Еще грязь, холодно, но уже солнце есть. Так вот, Кокошкин мост, он непосредственно встречается в романе «Преступление и наказание». И это буквально первое предложение. То есть первый абзац. Потому что говорится, что в начале июля, в чрезвычайное жаркое время, один молодой человек вышел. Ну, давайте, да, чтобы не быть голословной. Прямо вот по цитате. В начале июля, в чрезвычайное жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в СМ-переулке, в Столярном. На улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к, ну, мосту. То есть Достоевский прямых указаний не дает, что там Столярный, да, Кокушкин. Но поскольку он жил здесь неподалеку с женой, и она потом все это расшифровала, обожаю людей, которые включают на таких машинках прекрасные композиции. Вот. Но это, как правило, работники гораздо таки Абрахсиного рынка или Синого рынка. Кокушкин мост встречается не только у Достоевского, он встречается у Гоголя, потому что Гоголь, кстати, жил, видите, сколько здесь литературных мест. Вот в том доме, видите, где написано Гоголь Хаус. Гоголь Отель, кстати, я там совсем недавно была. И кто хочет, например, в Петербург приехать, ну, вот смотри, нам там целую презентацию для экскурсоводов проводили. Кто хочет приехать в Петербург и не очень дорого поселиться. То есть вот до высокого сезона, до мая, у них там, по-моему, стандартный номер, причем он будет с завтраком, стоит 2500 рублей. Это сейчас не реклама, я просто, да, как бы, так скажем, поскольку мы здесь оказались, почему бы не поделиться этой информацией. Завтраки там прекрасные, напоминающие больше обеды. Но самое великолепное – это вид, потому что вы открываете окно, и вы оказываетесь... То есть вы видите не парадный Петербург, который, безусловно, тоже красивый, а вы видите настоящий вот этот, как принято сейчас говорить, вайбовый, да, Петербург, вот эти вот крыши, вот эту обшарпанность. Сравнительно тихо. Понятно, что летом там могут быть кораблики, но, в принципе, довольно-таки тихо для центра. И в шаговой доступности, там, 5-10 минут, и вы доходите до Исакия, и до других достопримечательностей. Ну, естественно, Кокошкин мост упоминается у Гоголя в произведении, потому что дом, где находится отель, это бывший доходный дом, и Гоголь там жил. Николай Гоголь там поселяется в 1829 году, и он жалуется матери, что все, дескать, не могу никак съехать ниже пятого этажа. Потому что обычно последние этажи занимали там бедные студенты, у кого денег не было. Ну, и вот этот дом, он упоминается в записках сумасшедшего, тоже, да, какое петербургское название. Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую улицу, это ныне Казанская улица, оттуда в Столярную, наконец, к Кокушкиному мосту, и остановились перед большим домом. Этот дом я знаю, сказал я сам себе, этот дом Зверкова. Эк, машина. Кого в нем только народа не живет, сколько кухарок, сколько приезжих, а наши братья чиновников, как собак, один на другом сидит. Там есть у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Да, мы взошли в пятый этаж. Хорошо, подумал я. Теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не примену воспользоваться. Ну, а мы с вами по Столярному переулку дошли до еще одного места, связанного непосредственно с романом преступления и наказания. И это дом купца Алонкина. Вот этот домик, такого светло-розового света. Здесь висит мемориальная табличка. Вот можно ее показать. Федор Михайлович вообще порядка 30 адресов сменил в Петербурге. И здесь он поселяется в августе 1864 года. И как раз-таки здесь он напишет роман «Преступление и наказание». И здесь произойдет их знакомство с его последней женой, Анной Григорьевной Сниткиной, в замужестве Достоевской, которая оставила великолепные воспоминания о его характере, о их жизни за границей, о том, каким он был игроманом и так далее. И вот именно сюда она приходит к нему как бы знакомиться. Это была та знаменитая история, когда он нанимал стенографистку. Но на самом деле, пойдем потихонечку туда. Потому что во двор... В принципе, здесь двор открыт, но мы там ничего примечательного не увидим. Естественно, никакую квартиру уже Достоевского мы вряд ли увидим. Квартира была номер 13. Так вот, Анна Сниткина приходит туда. Причем она отмечает воспоминания, что она специально по дороге к писателю прикупила себе чемоданчик, чтобы более солидно выглядеть. Потому что ей было всего 20 лет на момент, когда она нанималась к нему стенографисткой, а ему уже аж 44. То есть, да, на четверть века он был старше, но... И они друг другу не понравились сначала. Вот. Потому что она ему показалась неопытной. Ну что, да, пришла какая-то молодая девушка, хотя она была очень серьезная такая вот, ну, с намерениями, наконец-таки, заняться каким-то серьезным делом. И он ей показался очень угрюмым, да, таким вот нелюдимым, но он таким и был, в принципе. Но за 26 дней был написан роман «Игрок», потому что кабальные условия были даны Достоевскому. Силовский ему сказал, что, мол, либо ты за 26 дней пишешь роман, огромный роман, то есть это, ну, неподъемный срок, либо все последующие произведения, ну, так скажем, средства от проданных произведений будут моими. Такие вот условия. Это учитывая, что Достоевский и так был по жизни в долгах, как в шелках. И вот ему друзья говорят, да ты найми, вот сейчас, да, стенография появилась, то есть такие крючочки за корючки пишут, а потом уже расшифровывают. И он там по объявлению находит. Ну и, в общем, по итогу все сложилось у Анны Григорьевны с Достоевским. И, наконец-таки, бедно измученный писатель, который всю жизнь, так скажем, ну, мыкался действительно со своими долгами, он хоть как-то, хоть как-то вздохнул. И вот мы пришли к очередному адресу. Надеюсь, это не мешает музыка. Это дом Раскольникова. Здесь, видите, висит вот такая вот, ну, во-первых, мемориальная табличка. И барельеф, который изображает Толя Достоевского, такая вот аллюзия полураскольников, полудостоевский. А авторство вот этой вот фразы, это Лихачев, в соавторстве еще с одним человеком, фамилию которого я сейчас забыла, но знатоки вы, естественно, напишите в комментариях. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества. Дело в том, что этот адрес, он двоякий, это либо Гражданская улица 19, либо по Столярному, получается, это у нас нечетная, Столярная, по-моему, 7. Это адрес, куда Достоевский поселяет своего героя. И если мы будем читать, обратимся к тексту, то там мы увидим, что герой-то жил на самом деле на пятом этаже, а сейчас этажей здесь четыре. Сейчас я найду описание дома. Дело в том, что этот дом уже был позже перестроен, и именно поэтому этаж, где жил Достоевский, сейчас в виде подвала. Очень много раз упоминается его та самая коморка. Можно немножечко, наверное, на отдаление это подснять. Коморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и более походила на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту коморку с обедом и прислугой, помещалась одной у лестницы и ниже, в отдельной квартире. И каждый раз при выходе на улицу ему непримерно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настиж, отворенную на улицу. Мы потихонечку идем к Вознесенскому мосту. То есть, кстати, здесь вот эта табличка, которая показывает отметину. Это как раз-таки страшное воднение 7 ноября 1824 года, которое было описано в поэме Пушкина «Медный всадник». То есть, представьте, мы еще учитываем, что дома осели немного, да, они все-таки дают осадку, они не закопаны нигде. То есть, вода поднималась примерно на вот такой уровень. И это, опять же, такая, знаете, отсылка и к маленькому человеку, который был воспетый у Гоголя, и у Достоевского, и в «Медном всаднике». То есть, наводнение, это же катастрофа настоящая. То есть, сейчас нам этого не представить, представьте, они происходили часто в осеннее время, ноябрьский день. Это сейчас, да, уже, ну, ранняя весна, поверьте, мне на улице мороз, еще какой. А в ноябре у нас погода ужасная обычно, и плавать люди не умеют, как известно, все залито водой, люди погибают, лишаются крови и так далее. То есть, вот эта вот тема исполнившейся мечты Петра Первого, да, то есть он в приюте убогого чехонца воздвиг вот такой свой морской парадиз, да, Второй Амстердам. Вот, но тем не менее, это как бы понятно, это, ну, мы не можем умалять этого факта исторического и личности самого Петра, но, с другой стороны, ценой человеческих жизней, ценой жизни вот этого, того самого расходного материала, который описан у Достоевского, это тоже было сделано, да, то есть это нельзя отрицать. Так вот, возвращаясь к дому Раскольникова, заметьте, да, как вот Достоевский селит всех своих героев примерно в одном месте. Это еще не колонна, это, это Казанская часть, это Синая площадь, ну, и, конечно, ну, там, около Коломенская, так скажем, часть, это канал Грибоедова. То есть такой очень удобный треугольник, где, в принципе, удобно прогуляться и вам самим. Вот если вы приедете, это все можно обойти в течение одного часа, вы все места из Романа, вы можете, в принципе, да, своими ножками уходить. Очень часто упоминается коморка и вот эта, да, комнатушка, ее там не назвать, квартира и близко, коморка, в которой жил Раскольников. Подчеркивается, насколько низко там были потолки, насколько он был сжат вот этими стенами. Достоевский очень любит упоминать желтый цвет, желтенькие обои, подслеповатый там, желтоватый, обшмыганный цвет какой-то, желтые цветочки на обоях. Вообще, желтый цвет, который превалирует в Петербурге. Вот у меня есть гид, один мой коллега, он говорит, что Петербург это не 50 оттенков серого, а 50 оттенков грязно-желтого цвета. Так вот, желтый цвет это цвет болезни, да, какой-то гнильцы, чего-то нездорового. И он наряду с зеленым, то, что зеленого цвета был дом Сони Мармеладовой, к которому мы сейчас отправимся, он как раз-таки создает вот это вот настроение. Ну, еще один адрес из Романа это Вознесенский мост. Причем, заметьте, ведь ограды на всех мостах канала Грибедова они похожи. Сейчас нам предстоит найти очередную цитату, потому что... Леди, вы открываете меня. Спасибо. Потому что мосты очень часто мелькают. А может быть и не будет этой цитатки. Потому что, знаете, когда ты вынужден очень-очень много себе подготовить цитат, иной порой, да, возможно, в своей голове я себе ее зафиксировала, а здесь нет. Ну, да бог с ним. Но, поверьте на слово, Вознесенский мост мелькает. Романи, и не раз. На Вознесенский мост приходит Раскольников. Тогда он уже находится в состоянии такой моральной лихорадки, потому что он ведь думал, что он убьет старушку, и все будет в порядке. Ну, и, соответственно, это не так. Он пришел сюда, и он видит, что здесь стоят барки, там женщины стирают одежду, и он видит, что какая-то девушка бросается в канал, ну, и, соответственно, она кончает жизнь самоубийством. А у него вообще у самого была уже такая идея броситься в канал, да. Вот интересно, что Достоевский, ведь слово канал там звучит практически только один раз в романе, потому что это ведь исторически не называется Канавой, а это называется Екатеринским каналом, а ныне каналом Грибоедова, потому что здесь будет находиться квартира, где будет жить писатель Александр Сергеевич Грибоедов. Но у Достоевского вот это место названо Канавой, то есть он говорит, окна Сони выходили на Канаву, Раскольников хотел броситься в Канаву, то есть такая вот безнадега постоянная, да. Ну и сейчас на самом деле вот ты смотришь, да, такая желтоватая, грязноватая вода, еще если вспомнить, все-таки времена Достоевского, когда не было проведено канализации, люди откуда брали еду, часто из каналов. С питьевой водой были большие проблемы, вот эта вода, да, цвета такого грязного пива, она имела место быть. Мы отправляемся по Канаве, давайте так называть сегодня, к дому Сони Мармеладовой. Видите, как все близко? Ну, можно пойти совершенно по-разному, можно с Кокушкиного моста сразу нырнуть в него, а мы с вами обошли вот такой вот круг. Соня Мармеладова вот тоже, фамилии говорящие в романе, например, она у кого будет снимать потом комнату, когда она съедет от своей семьи, когда она уже пойдет по желтому билету, она наимет угол у Капернаумова-Паркнова, тоже такая фамилия Капернаумов, вряд ли часто встречается. Ну, роман Достоевского классицистический, поэтому там часто можно встретить вообще говорящие фамилии. Капернаумов-Портной. Капернаум это что? Это город. Город в Израиле, и как вы помните, он упоминается в Библии не раз, там Иисус основную часть своих проповедей как раз и осуществил. И это намек на то, что Соня явится таким, так скажем, светочем, который, ну, по крайней мере, который, по крайней мере, сделает попытку вытянуть Раскольникова из того, морального дна, в котором он пребывал, но и в которой он себя еще больше втоптал. Вот отсюда можно показать, хотя на самом деле мы чуть-чуть подальше выйдем, чтобы был виден именно тот уродливый тупой угол, описанный в романе. Вот этот невзрачный домик, в принципе, ничем не примечательный, да, тут такие вот балкончики отдельные на третьем этаже. Это и есть дом Сони Мармеладовой, Грибоедова, 73, адрес, если быть точным. Естественно, я еще раз хочу повторить, в романе нету прямых указаний адресов, то есть нету там такого, что А Соня Мармеладова жила по адресу Грибоедова, 73, нет. Там есть приблизительное описание, по которым ты уже можешь, знаете, как в квесте, там пошел налево, пошел направо, там 730 шагов и так далее, вышел там на такой-то КН-мост, такой-то переулок, и уже несложно догадаться по топонимическим названиям, что это такое, да, что это за дом. И вот этот дом, выходящий окнами на канаву, это дом, в котором живет Соня Мармеладова. И в четвертой части, в четвертой главе состоится, да, вот этот тот самый знаменитый разговор Раскольникова, когда он приходит к Соне, сейчас я найду вам цитату, и он заходит во двор, да, и там у дворника спрашивают, где она живет. Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Сейчас мы смотрим на дом, и вы говорите, где он, во-первых, зеленого цвета, где он трехэтажный. Очень частая традиция, что этажи потом надстраивались, да, то есть в разные эпохи. Сначала домишки были там двухэтажные, трехэтажные, а потом они могли достраиваться. Ну и плюс перекрасили его, поэтому такое вот отличие. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника, получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу во дворе вход на узкую темную лестницу, он поднялся наконец во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Давайте попробуем сейчас зайти во двор. Насколько я помню, он всегда был открыт. один из немногих дворов, которые остаются открытым, хотя с точки зрения жителей странно, да, наверняка в таком случае толпы туристов норовят сюда прийти. Так вот, дворник, да, вот он заходит Раскольников во двор, и дворник ему неопределенно показывает в углу. В каком углу, то есть, опять же, это все уже вариации, это все уже фантазии, но лично я для себя один определенный угол в этом дворе отыскала, и мне что-то подсказало, что именно в таком примерно, да, вот пространстве могла жить Соня. Пока мест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Пернаумову в двух, в трех шагах от него отворилась дверь, он машинально за нее схватился. Комната Сони Мармеладовой похожа скорее на сарай и выглядит несколько уродливо. В комнате имеется довольно мало мебели. Из мебели у Сони имеется кровать, стул, стол, а также два плетеных стула и комод. На стенах в жилище наклеены старые желтоватые обои. Опять желтоватый цвет. Он будет везде у Достоевского встречаться. Обстановка в комнате очень бедная. Сонина комната походила как будто на сарай и имела вид весьма неправильного четырехугольника. И это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, окнами выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то в кость, отчего один угол ужасно острый убегал куда-то вглубь. Так что его при слабом освещении даже и разглядеть нельзя было хорошенько. Другой уже угол был уж слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу направо мебели желтоватые обшмыганные стасканные обои пощернели по всем углам. Должно быть здесь бывало очень сырый угар на зимой. Бедность была видимая. Даже у кровати не было занавесок. Зачем это все делается? Для того, чтобы подчеркнуть эту безысходность, в которой вынуждена оказаться Соня. Она загнана в угол. Вообще тема тупика она очень муссируется в романе. Вот эти вот знаменитые дворы-колодцы, куда ты смотришь, и все беспросветно. Есть вообще у нас в Петербурге дворы, то здесь мы еще можем войти, а есть такие дворы, куда вы даже не выйдете, куда выходят только окна жителей. Но они в основном находятся либо на Васильевском острове, либо на Петроградской стороне. Когда мы читаем роман, очень часто возникает такой, да, нам жалко Соню, то есть мы к ней сострадательны, мы понимаем, что молодая девочка, по роману 18-18 уже исполнилась, она невинна, она вынуждена пойти на панель, причем ради собственной семьи, то есть не ее прихоть, сама она совершенно другого нрава, но она делает этот вынужденный шаг, и не зная контекста эпохи, иногда возникает в голове резонный вопрос, а что другого пути не было, то есть почему нельзя, например, заняться чем-нибудь другим, ну, потому что мы же живем с вами в эпохе, когда женщина уже настолько свободна, да, что может абсолютно там и те же должности заниматься, всеми теми делами, да, заниматься, которыми занимаются и мужчины, ну, и то, да, фемиологи, процветает, особенно на Западе, но Соня не могла на самом деле ничем другим заняться, потому что мы вспомним, во-первых, она была дочерью дворянина очень низкого чина, титулярного советника, Семен Нормеладов был титулярным советником, ее бы не взяли на такую какую-нибудь, знаете, ремесленную специальность, типа, белошвейка, там, да, швея, или, например, почему она не могла пойти кому-нибудь гувернанткой, то же самое, но, во-первых, нужно иметь еще рекомендации, что ты, например, что ты умеешь, что ты уже у кого-то работал, гувернантка, у нее ничего этого не было, вот, и поэтому она идет, то есть она сразу переступает эту черту, и она идет как бы на такую жертву. Потихонечку пойдем дальше, чтобы нам не стоять, это холодно. И чтобы понимать вообще роль Сони в романе, нам нужно сначала обратиться к роли Лизаветы. Как вы помните, когда Раскольников все-таки решает убить злобную старушонку, он решает переступить через какое-то бесполезное на его взгляд существо, и здесь пойдем, чтобы там не столкнуться с людьми, все-таки решает убить, он приходит с фальшивой такой папиросочной домой к Алене Ивановне, он ее убивает топором, мы квартиру старухи проценчатся еще посмотрим с вами сегодня, и у него не было задачи, и цели, и желания еще кого-то убивать, но как это часто бывает, да, и в фильмах показывают, то есть все, одно зло порождает другое, ты идешь по накатанной, ты катишься как снежный ком, и вот это зло, оно просто за собой цепляет одно деяние за другим, и он слышит, как в соседней комнате кто-то копошится, кто-то пришел, он выходит, ну, естественно, он видит Лизавету, напомню, да, контекст романа, хотя вы его прекрасно все, думаю, читали в школе, Лизавета, это такая безответная, абсолютно добрая, просто априори, по природе своей сестра злобной старушонки, а давай перебежим, тут никого все равно нету, сестра Алены Ивановны, ей, все, не успели, но не успели, да, всегда, я даже сплю, так, не снимаю своего цилиндра, Елизавете, дай бог, 35 лет, то есть, да, девушка там сегодня 35 лет, Елизавета, потому что в фильмах, которые очень много снято по роману, она там показана такая уже матерая женщина, как будто бы лет 50, так вот, она абсолютно безотказное существо, такой, знаете, ну, юродивый ангел во плоти, там кто-то ее попросит починить рубашки, она соглашается, причем даже кто-то там ей не заплатят, ну, ладно, самому Раскольникову, по-моему, она то ли чинила рубашки, то ли она их стирала, она стирает белье, то есть, она прачка, она там кому-то что-то шьет и так далее, она, в принципе, не отказывает даже в своем, ну, в использовании своего тела, то есть, начинают от каких-то мелочей, заканчивая, ну, чем-то таким, чтобы нам уже показалось так сказать, приступающим определенную черту, да, уже не комильфо, ну, в общем, если у нее кто-то просят, да, ее тело, она тоже не отказывает, есть, когда Раскольников приходит на Носеную площадь, он там неподалеку, там всякие ловчонки, торгуют ширпотребом, и он там находит, точнее, он там слышит, да, как разговаривают торговцы какой-то там тесьмой, какими-то тряпочками, и мещанин говорит Лизавете, ну, в общем, а завтра приходи, и она говорит, а ли прийти, да, то есть она, понятно, для чего ее зовет мещанин, для того, чтобы ей воспользоваться, и тут Раскольников понимает, он слышит в тот момент, первый раз, что Алена Ивановна на следующий день останется одна, то есть у него уже такие, как бы он вроде нехотен, у него идут такие уже подсказочки, такие проверки, сделает он это или не сделает, ну, в итоге, естественно, сделал, так вот, если мы будем искать с вами самое, ну, наверное, святое существо, самое приближенное к Христу, по задумке Достоевского, то это все-таки Лизавета, потому что она уже при жизни, то есть высшее благодетель, это не просто делать людям добро, а принести себя в жертву, причем не заниматься самопожертвованием, что даже вот слово самопожертвование, оно содержит определенный контроль, то есть ты решаешь, да, там, пожертвуй с собой или нет, а Лизавета, она, в принципе, она как бы отдала себя всецело и абсолютно, то есть она сделала из себя жертву для других, кого-то нам напоминает Иисуса Христа, то есть он полностью себя отдал жертву, он отдал себя на там суд и деяние рук других людей, вот, и именно поэтому Соня произносит там такую фразу, что Лизавета Бога узрит, и кто дает, кстати, Евангелие, вот эту большую машину должны перейти как-нибудь, я надеюсь, что никто не против, что попадет в наш чудесный фильм Бога узрит Лизавета, и именно Лизавета дает Соне то Евангелие, то есть какая перекличка, помните, да, чтение совместное главы воскрешения Лазаря, когда они сидят с Раскольниковым и при свече читают эту главу, да, отсылка к воскрешению потом самого Раскольникова, ну, состоится ли оно, кстати, так вот именно Лизавета дает это Евангелие, ну, и здесь идея такова, что Лизавета умирает, и давайте вспомним с вами, как она умирает, ведь она там делает еще такой жест, да, как она раскрывает глаза широко, как дети, когда боятся, но не могут ничего сделать, она широко распахивает глаза, и вот так вот поднимает руку, но ему ничего не остается, как ударить ее топором. Одна из расхожих версий, ну, которая очень тоже воплощается охотно и в фильмах, и в спектаклях, которые ставятся по роману, что Лизавета была беременна на тот момент, и тоже такой, это еще одна отсылка к тому, что мол, то, что Раскольников убил старушонку, это ладно, может быть, если бы он только старушонку убил, его бы так совесть не мучила, но он убил Лизавету, добрую, безотказную, в принципе, из круга такого же, как и он, он не хотел ее убивать, да, и он убил еще младенца неродившегося, то есть ангела безвинного, тройное убийство, но если мы не считаем еще, что потом от горя умрет его мать, которая не выдержит эту польферию Александровна, можно и это посчитать, тогда четверное убийство, да, то есть пошел на одно, там уже комом покатилась, Лизавета еще мать родящая получается, потом безотказная, но она еще дает жизнь младенцам, понятно, что вы сейчас скажете, куда они потом все деваются, это немножечко сейчас неважно, это не тот контекст, и вообще, ну, отношение к деторождению, оно в 19 веке было совсем другим, главное дать жизнь, это самое ценное, что ты можешь дать, потому что женщины рисковали своей жизнью при родах, и сейчас это как бы не самый простой процесс, но тогда тем более, львиный мостик один из самых петербургских видов, и тут часто принято так встать, сфоткать у меня, загадывать желание, ну, не будем сейчас, конечно, этим заниматься, мелькает этот мостик очень часто, я помню, как кому-то из комментаторов очень не понравилось, что я называю мосты мостиками, ну, ничего страшного, придется назвать еще раз, мелькает этот мостик, очень часто во всяких фильмах, и заграничных также, и там, французских, я смотрела, там, очень неожиданно, смотришь, какой-то старый европейский фильм, где они Россию показывают, и вот, часто этот мост в Петербурге любят туда всунуть, так вот, возвращаясь к теме Лизаветы, она умирает, и кто, кто у нас, так скажем, следующий, то есть, Лизавета, это вот высшая точка, высшее небо, только звезды, ну, согласна, да, вот, если мы идем по христианским догматам и добродетели, дальше Соня, Соня, которая переступила черту, но здесь очень важный момент, что, кстати, по цене вот этот, ну, не фасад, а боковую часть этого дома, я сейчас небольшое отступление сделаю, не очень логическое, но просто вот эти дома, они очень живописны, на мой взгляд, то есть, они, конечно, показывают как раз-таки вот тот самый непарадный Петербург, вот эту вот захолустную часть, которая была за фонтанкой, вот эти жилища мещан, да, и всяческого люда, которых Гоголь назвал пепельный люд, помните, да, еще видео по Коломне, пепельный люд, который вот непонятно, то есть, они такие все серые, пройдут серые, питерский денег даже незаметно, так вот, значит, фасады и боковые части этих домов, я почему отметила, я сравнительно недавно посетила спектакль в БДТ, я сейчас не произнесу имя этого японского режиссера, может быть, подставлю вам в описании, кстати, кто был, напишите в комментариях, интересно ваше мнение, потому что я далеко вообще, как оказалось, не любитель новаторства в этом плане, и там спектакль, спектакль по роману «Преступление и наказание», чтобы понимали, вообще японцы очень любят «Преступление и наказание» и вообще «Достоевского», но это разговор отдельной темы или тема отдельного разговора, так вот, но насколько они там тщательно подошли к декорациям, в общем, декорации представляли из себя абсолютно точное повторение вот этих боковых обшарпанных брендмауров, причем, ну, не просто каких-то там, как сказать, художественных вымысел, да, а именно декоратор, он гулял вдоль канала Грибоедова, то есть он обходил все эти места Достоевского, и он один в один потом это продублировал в декорациях к спектаклю, и это, конечно, смотрелось поразительно, но сам спектакль, слушайте, я просто себя несколько раз даже ловила на мысли, вообще, может, я что-то не понимаю вот в этом искусстве, да, театральном, то есть, чтобы понимали, как это выглядело, но согласитесь, роман Достоевского, он достаточно уже классический, то есть он такой для нас традиционный, а там выглядело так, что, начиная с первой секунды спектакля, каждый актер выходил на сцену и выкрикивал, и он выкрикивал просто, сначала он просто орал, типа, а, и дальше шла его фраза, ну, которая идет по роману, и это весь спектакль, то есть это не просто какая-то, знаете, там вставочка интересная, ага, что это, разбавить, это весь спектакль, типа, а, я убил с совершенку, а, и, короче, контракт, у меня возник уже вопрос большой, надо ли мне там оставаться, но был полный зал, и как-то, это я понимаю, достаточно редко показываемый спектакль, а мы зря-то, кстати, дальше идем, ну, ладно, мы сейчас уже зайдем в этот дом, потому что мы уже пришли к старухе-проценщице, ну, давай дом сам пока покажем отсюда, и по истечении спектакля я ушла просто с вот такими ушами, у меня звенело в ушах, но потом я прочла всякие отзывы и разные рецензии, там некоторые люди в таком неописуемом восторге экзистенциальном, что, ну, видимо, я что-то не понимаю, на самом деле есть же как бы многие критики писали о том, что роман «Преступление и наказание», он полифоничен, то есть там каждый герой, но это действительно так, он тянет одеяло на себя, то есть Соня об одном, Раскольников вот эту свою теорию продвигает, Сведригайлов там другое, да, Лужин абсолютно, да, там отречен от всего, вот общество, он только материальное преследует, Катерина Ивановна там свое и так далее, и каждый очень громко пытается занять себе вот это место под солнцем, что ли, да, и может быть вот это имел в виду японский режиссер, вводя вот такую вот полифоничность и вот этот постоянный ор, ну, хорошо, мы с вами пришли к дому старухи-процентщицы, это адрес Грибоедова, 104, но там еще есть заход со Среднеподьяческой, и описание, естественно, также встречается. Вообще, роман «Преступление и наказание» он очень удобный, потому что куда бы ты ни пришел, да, согласно вот этим адресам, ты действительно все можешь проверить, так ли оно или не так. С замиранием сердца и с нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной в канаву, нашу любимую, а другую в ю-улицу, то есть Достоевский не упоминает и как бы не указывает конкретное, опять же, название улиц, что это за ая-улица, но это Среднеподьяческая. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками, спортными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, это как бы проститутки тоже, но которые жили не в малинниках, не в публичных домах, которые занимались, так скажем, самозанятые такие проститутки, что ли, мелким чиновничеством и прочее. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника, то есть такой вот активный дом. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Пойдем. То есть, заметьте, еще такой момент. Дом, ну да, понятное дело, что, кстати, вот эта пристройка, это было позже, чем был написан Роман Достоевского, но тем не менее, тут всего раз четыре этажа, но с высокими потолками, но приогромнейший дом, да, там написано, какой он приогромнейший по меркам нашей уже эпохи, то есть, как сменилась вот эта вот картина мира. И мы заходим с Грибоедова, хотя здесь в эту часть можно зайти с двух сторон, то есть, с канала Грибоедова и со средней Падьяческой. И неприметно проскользнул он сейчас же из ворот направо на лестницу. есть вероятность двух адресов, либо он из ворот зашел куда-то вот в эту парадную, которая в таком как бы немножечко отделяемом стоит флигеле, либо все-таки вот в эту. Так или иначе, лестничные ограждения, они одинаковые в обеих парадных. и видите, что примечательно до сих пор сохранились вот эти вот лестничные ограждения, лестничные перила с вот этими пологими такими шарообразными коваными элементами. Раскольников приходил сюда три раза, ну и соответственно уже на третий раз он осуществил затеянное. Давайте я напомню, как все-таки происходило это убийство. Старуха встретила его, как и всегда, простоволосая, светлые с проседью, жиденькие волосы, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое теме. То есть, как вы помните, он ей дал серебряную папиросочницу, якобы, там не было никакой папиросочницы. И соответственно она обернулась к окну, он ее очень тщательно завернул, чтобы это все распаковывать. И в этот момент он ее ударил в самое теме. Она скрикнула, но очень слабо, и вдруг вся села к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать заклад. Тут он изо всей силы ударил. Раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось назначь. Он отступил, дал упасть, и тот чажа нагнулся к ее лицу. Она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой. Потом он пойдет в другую комнату, где как раз у Алены Ивановны лежали заклады, там стоял целый сундук, он там начинает рыться, все это набивать карманы, и он слышит, как кто-то пришел. Он выходит среди комнаты стояла крикнуть. Увидав его выбившего, она задрожала как лист мелкую дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги. Приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула, а медленно задом стала отодвигаться от него в угол, пристального пор, смотря на него, но все не крича, точно и воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором. Губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Елизавета была проста, забита и запугана на раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был необходимый жест в эту минуту. Она только приподняла свою свободную левую руку далеко не до лица, вот так, да, как на иконах, кстати, часто бывает, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу острием и сразу прорубил верхнюю часть лба почти до темени. Она так и рухнула. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее в узел, бросил опять и побирал в прихожую. Но с тех пор почему еще Раскольников, да, вот тоже говорящая фамилия, потому что он отколол, он расколол, грубо говоря, сам себя. Он, он ведь там есть такая фраза, он говорит, я ножницами себя-то всего отрезал, совершив это. Кстати, вот здесь вот на выходе прекрасная сохранность метлахской плитки, заметьте, да, вот очень цветная. Напомню, метлахская плитка это вот особый вариант такого напольного покрытия, когда рисунок, он как бы запекается, он просачивается через все тело вот этой плитки, поэтому сколько бы ни было лет, ну и там, да, уже может быть 150 лет, она очень медленно стирается за счет этого. Мы зашли с вами с канала Грибоедова, а здесь есть выход на улицу, на которую и выбежал Раскольников. Это улица Средняя Подьяческая, они идут параллельно друг к другу, Малая Подьяческая, Средняя Подьяческая и Большая Подьяческая, и вот на эту улицу он выбежал. Возникает вопрос, понятно, что, да, мы все знаем, читая эпилог, читая конечную часть романа, что потом он отправится на каторгу, то есть все-таки он идет к Порфирию Петровичу, который уже, естественно, догадывается обо всем, но хочет, чтобы Раскольников ко всему сам пришел именно в моральном плане, то есть как убийца, то понятно, Борфирий Петрович догадался уже чуть ли там не с первой секунды, но рано или поздно Раскольников уезжает на каторгу, Соня едет с ним, потому что она уже как бы неотделима от него, она, грубо говоря, его спасение, но часто у читающих возникает ошибочное мнение о том, ну или вот когда пишут сочинение, например, по этому роману, что да, Раскольников очень мучился, потому что угрызения совести у него были. Если у тебя есть угрызения совести, то это означает, что у тебя уже наступило покаяние. А, честно говоря, в эпилоге, если читать внимательно, ты видишь, что Раскольников ведь что говорит, что теория, которую он развил, что есть тварьи дрожащие, а есть правоимеющие, да, которые способны и вправе решать за кого-то, а есть вот, расходный материал, который способствует росту вот этих вот правоимеющих. Он ведь что говорит на каторге, да, вроде бы уже пахнет вот этим выздоровлением, но по итогу он произносит такую фразу, что теория, это сама хороша, да я сплоховал. Ну и вот, пожалуй, это ответ, да, наступило ли окончательное раскаяние или нет, потому что ведь когда он только приезжает на каторгу, его не любят и каторжники, потому что он как бы к Богу еще не пришел. И поэтому следующий роман, который напишет Достоевский, идиот, то есть, да, уже человек, который абсолютно переступил через себя, как это сделала Элизавета, как это сделала Соня Мармеладова, и там будет показан абсолютно человек, как бы приближенный ко Христу, может быть, это ипостась Христа земная, но будет показано больное общество вокруг, которое не принимает этого человека, не принимает как бы Христа, да, но это уже совершенно другая история. А в этом же доме, доме старухи-проценщицы, сравнительно недавно, может быть, года два назад, очень креативные ребята, семья, открыли магазин, который так и называется «Где бабуля?». Но это не просто магазин, это целое креативное пространство, в которое мы сейчас зайдем. И видите, на входе вот это появилось вообще недавно, на ночь они убирают эту скульптуру. Она называется «Вещи о кляче». То есть, это такая вот такой пример маленьких городских скульптур, таких неформальных. Называется она «Вещи о кляче», автор Михаил Басков. Кто читал роман, вы помните, да, это как раз-таки из сна Раскольникова, когда он, еще не совершив убийства, засыпает в кустах там на Петровском острове, и ему снится ужасный сон, как кляча, которая, она очень маленького размера, она совершенно не способна тянуть на себе груз и телегу, которые на нее хотят к ней прикрепить. И кучер, понимая это, начинает ее хлистать со всей силы, буквально по глазам, по ее морде, что она начинает плакать, вот это вот кровавые слезы. И мальчик в виде маленького самого же Раскольникова подбегает к ней, со слезами обнимает эту лошадь, ну вот, вот как раз таки аллюзия к этой той самой кляче. Давайте, я думаю, мы спустимся, посмотрим этот магазинчик, потому что, если вы окажетесь здесь, на Среднеподьяческой, я вам тоже рекомендую сюда заглянуть. Видите, здесь все вместе, здесь всякие открыточки, здесь очень много сувенирных, сувенирных продукций, связанных с Достоевским, и всякие пирожные, можно выпить, чай, кофе, но еще и, конечно, мерч. Вот если вы, как и я, ну, не то что фанат, но любите творчество Достоевского, видите, какие тут у них говорящие худи, ну, Коломна, это классика, все человек, все позволено, это откуда цитата? Вопрос, да, на засыпку, ну, естественно, из-за романа, в котором мы сегодня с вами гуляем, по местам, если Бога нет, да, то все позволено, я совести своей разрешил. Заповедь номер шесть, что тут еще, идиот, а, красота спасла, просто зачем-то наоборот написано, вот, и так далее, потом всякие значочки с Достоевским, и так далее, там подобное. Здравствуйте. Ну, а вот тут есть еще такое пространство, где иногда проходят лекции, и мои коллеги я видела тут, читали, ну, не была лично, но видела их анонсы, что они читали по Достоевскому, вот, то есть такое очень приятное местечко Тихой Коломни. Достоевскому можно очень долго говорить, это не единственное, этот район, стена и площадь окрестностей, это не единственное место, связанное с именем этого великого писателя, вообще в Петербурге очень много таких мест, и это инженерный замок, это их кузнечный переулок, где сейчас музей квартиры Достоевского, и где он умер, но, пожалуй, Синая площадь, канал Грибоедова, вот эти вот срединные улицы, как их называла Анна Григорьевна Сниткина, это, пожалуй, место, в котором дух Достоевского наиболее всего чувствуется, он здесь пропитан им буквально каждый квадратный сантиметр, что интересно, несмотря на то, что какие-то дома достроены, какие-то, да, там немножечко изменили конфигурацию, какие-то выкрашены в другой цвет, все остается неизменным, то есть прошло уже более, грубо говоря, да, ну, 150 лет, 180 лет, но вот этот гений места, он здесь жив, и мне очень нравится фраза, которую сказал, которую произнес Лев Лурье, известный петербургский историк, краевед, что Петербург, это такой город, ну, центральная его часть, особенно историческая, это город декораций, причем декораций, в которых, декораций, созданных не для тебя, то есть ты гуляешь и ты чувствуешь, что, ага, здесь ходил Раскольников, ага, здесь ходил Рогожин, там с Настасьей Филипповной, здесь, значит, Сонечка Мармеладова стояла на мосту, здесь бросилась там в Канаву эта Евросинюшка, здесь дом старухи-проценщицы, мрачный, где совершено было убийство, и ты действительно иногда ловишь такое ощущение, что ты ходишь в каких-то театральных декорациях, оставленных в совершенно другой эпохе, но оставленных нетронутыми буквально, поэтому на этом, дорогие друзья, наша сегодняшняя прогулка по местам Достоевскому подходит к концу. Друзья мои, ну, а я напоминаю, что экскурсии я веду регулярно, индивидуальные экскурсии в Эрмитаж, в музее Фаберже доступны в течение недели, в Эрмитаж все дни, кроме понедельника, но, опять же, списываться лучше заранее, хотя бы за неделю. Все контакты, всю информацию стоимости экскурсий я оставлю здесь под видео, да, пожалуйста, пишите, и мы какую-нибудь дату подберем. Что касается групповых экскурсий, прогулочных, то, естественно, они будут с весны, с лета, и все анонсы также будут висеть либо вконтакте, точнее, либо они будут все продублированы и вконтакте, и в инстаграме, и в моей группе, в телеграме. С вами была гид по Петербургу Елена Ямышева. На этом все. Пока!